Компания IT-Гарант работает в Орле уже 5 лет, с 14 февраля 2017 года. Она оказывает услуги автоматизации, продаж и управления в организациях и на предприятиях на базе российских сервисов BITREX24 и 1S. Непосредственно на компанию санкции практически не повлияли. Но повлияли на их клиентов. Орловская IT-компания работает не только с российскими организациями, но и с зарубежными. И последние сейчас испытывают трудности, пытаются адаптироваться к новым условиям. А вот для IT-Гарант почти ничего не поменялось. Компания с начала своей деятельности работает на российских сервисах. Мы автоматизируем и внедряем продукты российских производителей. Это 1S и BITREX24. В комплексе они дают очень мощный инструментарий для промышленных предприятий, для торговли. IT-компания является единственным золотым сертифицированным партнером BITREX24 в нашем регионе. Это удобный в использовании российский сервис, который включает в себя инструмент для планирования и контроля сроков задач, возможность вести видеоконференции, совместно работать с документами, передавать информацию между отделами. В первую очередь BITREX это одна из мощных популярных CRM-систем, которая просто необходима для каждого отдела продаж. Она интегрируется с 1S, что позволяет обеспечить максимальный обмен данными и помогать руководителю принимать вовремя управленческие решения. Интегрируется с электронной почтой, с телефонией, что является очень удобным для работы менеджера отдела продаж. BITREX24 содержит в себе как раз тот инструментарий, который попал под санкции. Это, например, офисный пакет, видеокорпоративная связь. Поэтому наши клиенты, в общем-то, они просто переключились с одного продукта на другой, задействовав тот функционал, который они использовали в том же самом BITREX. То есть проблемы для них не возникло. Скорее возникли у наших клиентов проблемы с, скажем так, с поставками, с чем-то еще. То есть это не касается цифровизации. IT-гарант и дальше планирует продолжать свою деятельность на базе российских сервисов. Переход на отечественные аналоги ждет и другие IT-компании. Ирина Титова, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.